друзья всем привет с вами снова из добро пожаловать на канал обзоров гаджетов и мобильных устройств и герой сегодняшней распаковки это новинка новейший планшет от компании realme realme pad вообще realme известны благодаря своим смартфоном и носимым гаджетом а вот на поприще планшетов они решили зайти мне кажется впервые ну по крайней мере я ранее не слышал чтобы realme выпускала планшеты и сейчас они выпустили бюджетный планшет по цене порядка 200 долларов но на алиэкспресс счастливчики во время распродажи могли урвать эти планшеты примерно за 13 с половиной тысяч рублей мне он достался за 15 ну а сейчас без всяких распродаж его можно купить за 17 18 что я считаю вполне себе справедливая цена за подобный планшет это железо которое здесь имеется внутри здесь у нас бюджетный процессор mtk g80 хотя надо сказать что и совсем аутсайдером его назвать будет несправедливо это такой типичный середнячок который мы видим в средне бюджетных смартфонах по цене примерно 14 16 тысяч рублей ну и плюс-минус за эти же деньги realme нам предлагает планшет помимо этого процессора здесь у нас 4 гига оперативки 64 гига встроенной памяти и довольно внушительная батарея 7000 миллиампер ну а еще квад динамики 4 громких динамика ну и экран 10,4 дюйма формата 2к в общем давайте распаковывать давайте разбираться давайте смотреть что готова нам предложить realme за эти 15 тысяч рублей или 200 долларов и насколько данный планшет у них окажется удачным или быть может первый блин на поприще планшетов у них вышел комом в общем давайте начинать планшет поставляется вот в такой вот большой толстый белой коробочки на которой у нас отображен сам планшет и написано high res audio dolby atmos так что данный планшет из коробки поддерживает у нас высококачественный объемный звук что не может не радовать ну и здесь у нас краткие характеристики ultra slim and light это означает что он ультра тонкий и легкие 18 ваттная быстрая зарядка 7000 100 миллиампер аккумулятор helio g80 под капотом 4 динамика ну и дисплей 10,4 здесь мы видим лежит планшет он в таком вот целлофановом мешочки ну и на два отсека в одном у нас находится скрепка для извлечения лотка в котором находится место под sd-карту к сожалению у меня версия вай фай но насколько я знаю бывает еще версия lte также здесь кабель type-c ну и естественно различная макулатурка виде инструкций и гарантийных талонов мы это пока все уберем нам это не интересно ну а здесь по идее да находится довольно большой кубик хотя и не самый мощный зарядки 18 ватт в общем вполне себе традиционная зарядочка для риуми извлекаем планшет большой экран 10,4 дюйма на фронтальной поверхности у нас находится глазочек камеры ну и сам планшет конечно же представляет из себя сплошной кусок металла ну скорее всего это алюминий с очень прикольный такой фрезерованной бороздкой который идет по верхней стороне и доходит до камеры камера тыловая у нас 8 мегапикселей также собственно говоря как и фронтальная ну и по портам и кнопочкам если пройтись то с левой стороны у нас два динамика и type-c для зарядки и синхронизации с правой стороны еще два динамика и кнопка включения сверху мы видим два отверстия микрофона сим лоточек ну в данном случае он у нас лоток под sd карту и качелька регулировки громкости лоточек мы конечно же сразу же извлекаем ну и вот здесь вот видно что имеется выштамповка под версию с lte и в этом месте тогда бы у нас располагалась как раз сим карта ну а мы имеем здесь отсек под с дешку в общем это действительно неплохо ну а учитывая то что здесь не так уж и много места 64 гига что в наше время это как бы необходимый минимум то естественно здесь как правило у всех поселится карта памяти такого каком-нибудь внушительного объема особенно если вы планируете использовать этот планшет для игр ну и мультимедиа музыки и фильмов в общем очень стильно смотрится планшет и он действительно очень тонкий менее 7 миллиметров 6 и 9 если быть точным и весит он 440 грамм и что самое интересное что даже в таком тонком планшете нашлось место для трех с половиной миллиметров джека вот в этом углу верхнем углу располагается три с половиной миллиметра джек не самое очевидное место ну и наверное не самое удобное но тем не менее приятно что компания риме не пошла на поводу у моды и собственно говоря джек нам оставила потому что во многих современных планшетах у того же huawei мэйт пады медиапады лишились джека у новых самсунгов тоже нету джека у lenovo p11 тоже ну а вот здесь новиночка собственно говоря не лишена этого разъема классно смотрится планшет в общем давайте включать давайте настраивать и перемещаться как говорится внутрь системы ну что ж друзья я настроил планшет настроил определение по лицу разблокировку здесь у нас нету естественно сканера отпечатка пальцев и разблокировать планшет можно либо же вводя пин-код либо же с помощью разблокировки по лицу делает он довольно быстро но выключаем включаем и все планшет разблокирован то есть по крайней мере в помещении когда достаточно света разблокировка проходит быстро обращает на себя внимание достаточно большой и яркий экран здесь у нас 10 целых четыре десятых дюйма 2k экран с плотностью точек 224 ppi не самая высокая плотность и понятное дело что если вы будете разглядывать дисплей вблизи то скорее всего пиксели увидите тем не менее по яркости здесь довольно все неплохо я бы даже сказал что запас яркости имеется и выкрутив сейчас на максимум могу сказать что мне даже не комфортно начинают болеть глаза поэтому в помещении я уверен что вы будете пользоваться где-то на 50 55 процентов этого большинству будет вполне достаточно по оболочке здесь у нас все очень похоже на риме юай на базе 11 андроида но только для версии именно риме под она так и называется риме ю айфа под версия 10 очень похожи по пунктам меню именно на традиционный риме юай которому мы все привыкли но особенно те кто пользуются телефончиками риме имеется настройка яркости можно включить режим затемнения на вот такой вот темный режим кому нравится ночная подсветка режим чтения адаптивная яркость ну и собственно говоря все вполне себе традиционно для телефонов риме каких-то нюансов здесь я не вижу единственное не вижу здесь я пункта кастомизации так как эта версия риме юай один для под версии и каких-то кастомизации в плане значочков тем здесь еще пока не завезли собственно говоря это первый планшет у риме поэтому я думаю что все еще впереди по настройкам все вполне себе традиционно и каких-то здесь нюансов я не вижу по звуку здесь у нас 4 динамика и в принципе как мне кажется звук должен быть очень и очень неплох но давайте попробуем послушать что здесь есть у нас по умолчанию ну и надо сказать что звук конечно шикарный 4 динамика и реально я не ожидал что настолько четко и громко будут звучать эти динамики в бюджетном планшете нет я уже конечно давно привык в том что в планшетах у нас сейчас повсеместно 4 динамика и даже недорогих samsung tab a7 было 4 динамика в недорогих медиападах от huawei но там если честно так планшеты не звучали здесь реально очень благородный я бы даже сказал дорого имеется возможность включать dolby atmos ну и настраивать либо же автоматически будет все оптимизироваться под характер музыки ну и либо фильма либо можно включить изначально фильм или музыка но мы оставим естественно динамически в общем по звуку здесь все шикарно по экрану сказал по звуку сказал но и собственно говоря что еще рассказать естественно вай фай у нас здесь двухдиапазонный bluetooth 5 версии но и понятное дело что а у меня версия не lte поэтому здесь возможности установить сим карту нету попробуем естественно погонять и в хвост и в гриву планшет чтобы в основном обзоре более подробно остановиться как на производительности так и собственно говоря на мультимедиа возможностях и камера есть и слава богу то есть если она может снять какую-то вот набегу скажем так фотографию это уже неплохо давайте снимем типа макро скрепочки традиционная крышечка от фотоаппарата тоже аля макро ну и мелкий текст на батареи давайте заснимем ну и себяшка на фронтальную камеру ну и давайте теперь посмотрим что получилось фронталочка у нас на 8 как уже сказал ну и когда меня освещает прожектор очень мощные яркие это в принципе равносильно тому чтобы я находился на улице в яркий солнечный день здесь каких-то вопросов нету да и придраться к бюджетной камере в бюджетном планшете я не могу я получился абсолютно нормальный даже не белый как блин несмотря на то что повторюсь прожектор очень мощный даже осталась розовинка на лице и в общем-то вполне себе достойный кадр для фронталки это мелкий текст на батарейки здесь тоже каких-то вопросов у меня нету да и быть не может повторюсь бюджетный планшет бюджетные модули 8 мегапикселей но и здесь тоже аля макро крышечка от фотоаппарата тоже при приближении все довольно таки неплохо но и скрепка здесь тоже понятное дело что если прям сильно приблизиться видно что немножко буквально не туда сфокусировался у нас модуль но опять-таки это простительно в общем сходу с пылу жару из коробки как говорится довольно неплохо все получается учитывая бюджетность данного устройства но в основном обзоре попробуем поснимаем чуть больше может даже и видеоролики какие-нибудь запишем в игрушки поиграем послушаем музыку фильмы посмотрим и я вам подробнее все расскажу ну а на сим буду завершать надеюсь вам понравилось обязательно поставьте лайк ну и подпишитесь на канал если еще не подписаны с вами был айс всем пока